И вот я вам сейчас объясню, почему я в такой одежде. Этот сюжет, естественно, программа автостоп. Потому что, как вы прекрасно понимаете, машины это тоже часть нашего электропотребления. Давайте определимся. То есть, если мы берем нашу квартиру, да, как правило, квартира, ну, не столько требует к себе внимания с точки зрения электричества. Хотя, с другой стороны, опять же, лампочки тоже необходимы, как и проводка. Ну, да ладно. Что касаемо автомобилей. Давайте определимся. То есть, если дом ваш рассчитан на очень длинный срок эксплуатации, в принципе, некоторый человек может в нем жить бесконечно. То есть, и родился, и там умер. Бывает такое. В машине срок эксплуатации автомобиля, любого это всего лишь 10 лет. Когда вам говорят, что 30-летний автомобиль стоит денег, ну, во-первых, 30-летний автомобиль может денег стоить, если он в разряде раритетов, то есть идеально сделанный. А когда вам втирают во всякое, непонятно, за что еще такие бешеные деньги, я начинаю понимать, о чем речь-то идет. То есть, вы реально хотите заработать бабки, а это не получится. Извините, подвиньтесь. То бишь, срок эксплуатации, видеокамеры, срок эксплуатации машины это 10 лет. Все остальное это чисто ваша прибыль, которую вы еще хотите себе забрать. Ну, да ладно, не будем говорить об этом. Будем говорить о том, что, как и все нормальные специалисты, тот, кто делает автомобиль, он на этот срок и рассчитывает. Но не всегда же такое получается, тем более зная наши обстоятельства жизни, да? Вот. И часто такое случается, что приходится менять проводку. О! Кстати, проводку менять постоянно вам необходимо. Но задаем все вопросы. Мы говорим про длине проводов, из чего они сделаны. То есть, если бы это было на очень долго, то это был бы, естественно, пластик. Не пластик, в смысле, это была бы резина. А это делается на сегодня и сейчас. И количество проводов, ну, такое, еле-еле куда-то вы можете ее поднести. А идеальный вариант, конечно, когда вы эти провода поменяете, все это сделать на пропайку. Вот, вопрос возникает, как все это дело пропаяться? Именно поэтому пришли сюда в электросилу. Так-то да! Конечно, бешеного количества проводов в резине нет. Но вы сможете основные силовые провода поменять на резиновые. Или просто удлинить, зная распайку, и получить большее удовольствие. Потому что только распайка, распайка грамотная, вместе с термоусадкой рулит. И забудьте про скрутку! Конечно, очень хорошо, что здесь очень большое количество людей. И благодаря нам, естественно. Потому что наше единственное правило вам показывать то место, где вы можете себя порадовать очень хорошими ценами. На эти очень хорошие цены вы можете купить себе очень много товара, естественно. И это будет очень круто в действительности. И сюда люди ходят. Обратите внимание. Работайте с автостопом и с программой Дом Милый Дом. Теперь другой вопрос. Мы же к чему сюда пришли-то? То есть у нас есть электричество, естественно. Электричество так же ломается. То есть вот я себе купил стандартную цешку. Пожалуйста. Спасибо, что пришли. Вот она стандартная цешка. Зимой я решил проверить. То бишь, я вам говорил про западные машины, у которых провода очень-очень мелкие. Теперь уже про отечественные автомобили, у которых провода так же мелкие. Почему непонятные? Ведь УАЗик же он надолго должен работать. Вот. А провода короткие. Я решил проверить его. Только я ее распаковал. И все. И мы приехали. То бишь, обратите внимание, провод-то бломился прямо вот здесь вот. Клево? Да офигеть просто. Я сюда приехал. Так же, заходите. Неплохо мы работаем. Честно, неплохо мы работаем. Вот. Для того, чтобы купить себе провода. Если честно, здесь есть резиновые провода. Но мне сказали, а вот тебе замечательные силиконовые провода. Но в связи с тем, что я умею паять, я их естественно и возьму. То бишь, тупо вот здесь вот обрежу и абсолютно спокойно припаяюсь. И у меня будет все нормально и чуть подлиннее. То бишь, ну, представляете, да? Практически метр можно что-то померить. Теперь возникает вопрос, как это все дело припаяться. Проходите, пожалуйста. Движняк идет. То бишь, мы говорим про паяльники и про остальные вещи. Кислоты, паяльники, там, разные примочки. И это все есть в наличии. То есть, давайте только определимся с процедурой паяния. Если вы будете брать маленький паяльник, им, по сути дела, вы не припаяете. Потому что на улице холодно. Даже если температура в гараже это 5 градусов, паяльник не успеет так нагреться, потому что есть такой закон Гесса. А при увеличении температуры на 10 градусов, скорость химической реакции увеличится в 2 раза. Не знаете, а проверьте. Вот. Поэтому при минус 5 вы со слабым паяльником ничего не припаяете. Лучше взять хороший нормальный паяльник и спокойненько припаяться. Но есть маленький нюанс. Почему это не делается? По одной простой причине. Все говорят, давайте все это дело поставим на скрутке. У меня в машине была такая магнитола, которую поставили на скрутке. И при хорошей мощности она постоянно вышибала. После того, как я ее реально припаял, я перестала вышибать. Она стала работать просто замечательно. Да, конечно, я припаялся. Теперь возникает другой вопрос. Я уже сейчас объясняю. То есть, часто такое случается, что расплавленный припой падает вниз. Я еще ни одной машины не видел, которая бы не горела. Уж поверьте мне, они все горят. Идеальный вариант это все-таки небольшой коврочек. И вот туда, куда припой будет падать, то все-таки постереть это дело, чтобы не прожечь, естественно, велюр. Если это велюровое сидение, и не прожечь кожу. В смысле, типа шерсть, которая является кожезаменителем. Ну, проходите, пожалуйста. Заходите, проходите. Не спокойно. Да-да-да. Вот, просто постелите и сделайте. И тогда все будет абсолютно нормально. К слову о том, что все это покупается здесь. Вот такие замечательные силиконовые провода. Вот для такой, конечно, не совсем крутой цешки. Вы же знаете, лучше обращаться ко мне. То есть телекомпанию Терра. По сути событий есть еще только один человек. Только он один круче всех. И он работает на комбинат. Вы же знаете, лучше обращаться ко мне. А у меня нет конкурентов. Ибо автостоп – дитя того топ-гира, которого вы в природе не смотрели. Но не было у 98% магнитогорцев BBC-шной сетки из космоса. А у нас было. Тоже дом-милый дом. И самая ласковая слизана с Владимира Соловьева, когда он работал на Серебряном дожде. А затем уже питерская команда перетащила его в центр. А сказки про 25 лет работы обваливаются тем, что сначала команда была и работала на РТР. Вот как все было. Так что за опытом обращайтесь к нам. Сейчас я пока буду все это дело разматывать. Я сейчас его буду разматывать. Мы поговорим об особенностях автомобиля. В смысле автомобиль, да без разницы. То, на чем вы ездите. То, на чем вы ездите, оно очень сильно подвержено самому главному нашему заболеванию. То есть мы бы все хотели, чтобы у нас было все красиво, ровно и надолго. А это же не получается. Потому что автомобиль, это вот кладезь энтропии. Вы вроде что-то красиво делаете, там получается энтропия лезет, 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 лезет и все. К слову о том, что часть этой энтропии, это естественно то, что вы покупаете везде и всюду. Потому что, давайте вспомним, сколько машин ездит вообще и где-либо эти машины ездят. Как правило, 95% автомобилей, которые ездят вообще везде и всюду, они ездят, ну скажем так, в более или менее плюсовой температуре. И только 5%, только 5% вот у них дубак, наш замечательный дубак. Теперь наш замечательный дубак к чему приводит. А я сейчас покажу. Вот я купил, в смысле мне подарили, естественно, покупать это еще сложности, мне подарили этот насос. На тебе, посмотрите. Видите, что-то получилось? Видите, что-то получилось? Потому что это вообще не провода. Наши провода должны быть... Из чего наши проводы должны быть? Из резины, естественно. Все, что другое, оно просто ломается. Вот так оно ломается. Представляете, да? Потом вот так все выдергивает, и все. И нету вашего счастья никакого. Почему я говорю про электросилу? Потому что я приезжаю сюда и спокойненько вот сейчас прям возьму себе настоящие резиновые провода, которые я, естественно, дома припаяю. И у меня будет тот компрессор, а это хороший компрессор, реально хороший, который накачает не только мою машину, но и машину других людей. И как оно идет? Жесть? Ну, по сути, поверьте, жестью оной продавцы машин с вами не делятся. Я делюсь с вами. Потому что я в детальности знаю и машины, и то, что давит вам с разных каналов. Да, господа. Да, господа. Я люблю машины восстанавливать. К сожалению, таких больших денег нету, но я видел того человека, кто машину восстанавливал. Конечно, делал он это изумительно. Это был брат Виктор Филипп Вчарашникова. Очень хороший человек. Как и Виктор Филипп Вчарашникова. Я считаю, что если бы не эти два брата, ну, не Виктор Филипп Вчарашникова, это вообще что-то супер, мы бы не получили того удовольствия, в котором мы живем. Он очень хороший человек, поверьте мне. Без всяких тараканов, косяков, уж трастный. Ну, я тоже пытаюсь это делать. Взял себе УАЗика. Ох, какая это дивная машина. Думаю, что он слишком долго у меня сохранится. Хотя, по сути, то есть, есть такое понятие водятлы. То есть, которые берут машину и укатывают ее. Это вообще не очень правило для меня нужное. Конечно, они все сделали, чтобы машина ко мне досталась в никаком состоянии. Я ее потихонечку-потихонечку довожу до ума. Поменял помпу. Поменял ТНВД. Поменял стартер. Было клево. Вот только почему-то мне никто не сказал, что у меня на стартер проводов нету. Вообще никаких. То есть, там идет стандартный примерно 6 квадратов. Но они настолько прогнили, что там только 2 квадрата, а то и меньше. То есть, представляете, да? Напряжение на стартере. И куда электричество одевается. Электричество одевается на прогрев этих самых проводов. Потому что, ну, понимаете, да? Что там вообще ничего нету. Мало того, там и земли-то не было на двигателе. То есть, ну, вообще просто как кошмар. Что я сделал? Я приехал сюда, в электросилу. Взял себе вот такой провод. Потом. Потом я приехал в мой замечательный клуб, в котором я с 10 лет. Вот с 10 лет я авиомоделист. Уж поверьте мне. И недавно, буквально 11 лет назад, я научился летать на радиоуправляемых самолетах. Красивое дело было. Главное любить. И чтобы это хобби вам прельщало жизнь, а не удивляло вас. А это хобби меня прельщает. Что машины я собираю, что самолеты я делаю. Вообще супер, конечно. Мы с ними сделали красиво. Теперь машина сделана супер. Провода вот такие. Представляете? Я их купил здесь. А теперь, почему я сегодня скажу, дайте мне еще такой провод. А теперь будет вам всем обидно, господа мои. Клево, да? То есть вы ездите зимой, да? А зимой вам крайне необходимы провода. Конечно, тут вопрос возникает следующий. А вопрос номер один. Мы включаем ближний свет. Потому что это наши правила. И не всегда, и не всегда вы его можете выключить. И у меня такое было. Уж поверьте мне. Пришел, а машина не заводится. Ну ладно, у меня хоть провода есть. Другой вопрос. Какие провода я купил? Я в свое время купил очень хорошие провода. Примерно такие же, только они были в силиконе. Силикон, конечно, это не пластик. Он не так замерзает, но все равно надо понять. Вот эта резина, она не замерзает вообще. То есть мы пришли сюда. Почему я сейчас пришел в эту часть? И показываю вам, что если бы, а я и куплю, естественно, возьму себе вот такие провода в резине, возьму сюда вот такие зажимчики. Аккуратненько, все не спеша пропаяю. И у меня будет то, что доктор прописал. Такими проводами можно, в принципе, завести и танк. Очень хорошие провода. И очень хорошее место электросила. Здесь, на вокзальной 5. Так что электросила дает вам возможность не только приукрасить и облагородить дом, дачу и квартиру, да легко можно и машину отремонтировать. Легко. Вот так вот, господа, лечится ваш автомобиль, который, уж поверьте, программе автостоп рано или поздно всегда сломается. По одной простой причине машина создана на срок эксплуатации до 10 лет. После этого, ну, а то если хорошо, что у вас машина будет в хорошем состоянии. А и то, и до этого бывают такие вещи, что ломаются провода. Потому что обратимся к мнению, что 95% автомобилей не ездят в таких условиях. Это уж поверьте мне честно.